всем привет с вами максон и это четвертый тур нашего турнира по фифа 17 если еще живые люди есть которые смотрят это то вам респект хочется уже самому быстрее закончить и перейти к полу но это в сожалению еще четвертый тур но я постараюсь сейчас заливать по два видео в день то есть один матч мой который я играл и быстрый обзор оставшихся матчей тура вот так вот все это постараюсь заливать в один день будет один матч где не нужен будет мой замес точнее один тур где не нужен будет мой матч потому что там техническое поражение это с вестхэмом ой это что за удар но это будет еще в шестом туре ну в общем сток сити мой соперник егор шишков по моему находится на седьмом месте если я не ошибаюсь в нашем чемпионате я нахожусь на 3 пока что строчки ну там нет там четвертая но нужно в общем побеждать на иначе саутгемптон меня опередит я уверен что у него все будет хорошо он еще будет побеждать ну да ладно первую встречу я выиграл со счетом 2-0 в первом круге если кто вдруг забыл как раз таки тогда я только первый раз пробовал схему на которой я играю оставшиеся вот все туры и в который я играю сейчас так шоу у их награду награду шварц кросс там просто был или как его там шоу кросс я уже забыл что-то я просто не посмотрел не на ту фамилию ну да ладно в общем вообще уже как бы все играют 18 фифа у нас вот турнир по 17 я честно говоря думал что закончится он намного быстрее но к сожалению получилось так вот долго ну да ладно не будем уже об этом доиграть бы и начать что-то новое хочется мне поехали рамирос ой хорошая передача какая на награду и ведь нет положения вне игры это это не гул как же так только не говорите что это не угловой удар по ходу это удар от ворот и награду сам ударил мимо да ладно да ты что брат такие мечи нужно забивать честно говоря сначала думал что было положение вне игры но офсайда не было как такового но забивать надо было забивать надо можно сказать стопроцентный момент я уже свой один упустил так еще есть шанс на атаку поторопился я пасом гестеды центре поля сток сити сток сити нужно опасаться джо аллена да 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 вот этого самого какую дарище вальде спасает мою команду и конечно же питера крауча и навесы навесы от стока но я смотрю егор любит пробовать меня дальними ударами не знаю принесет ли ему что-то это в этом матче надеюсь что нет на игре до на игре до хорошо 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 в штрафной уже пас отдать и ударить хорошо блин куда это гастон а это угловой удар честно говоря думал он уже сам так ударил выше ворот подхватить подхватить мяч почему-то у меня руки жирные то ли вспотели то ли потому что я нет я не жирный ладно продолжаем продолжаем играть нужно забить для уверенности чтобы не дай бог пропустить сейчас не пропустить сейчас какой-нибудь лихой мяч и потом жалеть о том что я не забил первым сбрасывание за боковой будет никакого нарушения правил здесь не было фабио запускаю я по мог забрать мяч другой игрок мой но подбежал тут фабио награду смотрите смотрите рамирес рамирес обратно отдать на награду награду остановиться остановиться для удара я хотел что подложить под скажем так рабочую ногу но не получилось теперь уже нужно заботиться о защите но нет перехватил мяч стюард аунинг рамирес рамирес на деруна деруна награду обратно разыгрывают передачу это где мяч мячу награду нагестеды сразу хотел дать ну как хотел я вообще этот пас планировал заранее не думал что будет так но хорошо ничего страшного нужно забивать нужно забивать можно я немножечко помолчу сосредоточить возможно когда я разговариваю в атаке мне сложно что-то интересное делать я тороплюсь и в общем не слежу за своими действиями а когда я сосредоточен я делаю как надо можно сказать так поехали смотрите рамирес чекайте сквозная передача была по задумке хорошая но к сожалению не прошла отличная стеночка от сток сити но тут фабио контролирует все можно опять отдать сквозную но я что-то убегаю от мяча был у меня друг такой он постоянно убегал от мяча то есть мяч идет ему на ход он бежит и просто сопровождает его даже не трогает это было смешно что это за пасы я не понял ну ка мидлсбро ну ка собрался давайте устроим разгром нам нужны кстати забитые мячи кстати да точно ведь у саут гемптона и у меня одинаково пропущенных забитых мячей но по личным встречам у него ситуация лучше поэтому мне нужно срочно забивать много мячей чтобы смотрелось не по личным встречам а по забитым пропущенным ведь в первую очередь смотрится этот показатель в моем турнире так 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 перехватить какая-то куча мала борьба в общем дофига всего происходит поехали фабио смотрите какие пустые зоны здесь есть у нашего соперника гестеде гестеде сам 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 ударить ударить застревает мяч в ногах у кипера противоположной команды но атака продолжается на гре до удар перекладина ух 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 моменты то есть свободные зоны у столка есть но забить не получается не фартит продолжаем продолжаем напрягать соперника давим давим просто что штрафной удар нет не будет штрафного награда ой ой что подарок подарок судьбы подарок который я реализую наконец-то добил наконец-то забил посмотрите просто на эти отскоки непонятные ситуации сыграл со мной защитник в стеночку защитник столк сити и гестеде на 33 минуте открывает счет в пользу конечно лидлс про спасибо гестеде но 1 0 я еще конечно поспокойней но не настолько если бы был допустим счет 20 это я сейчас уже начинаю мечтать ну ухты отлично обыгрались обратно но уже не прошла это интересная по задумке передача рвется уже сток вперед но недодолго просит у меня мяч на грэду вроде бы не доходит он до него даунинг даунинг надо ровно я не успеваю посмотреть вниз на фамилии своих игроков ведь нужно смотреть на самих игроков ух отбивается снова сток джоалин нужно его догнать рамирс бежит бежит опа еще вот так под катиком хорошо ой ошибка ошибка ну и я также ошибаюсь передачи один подарок судьбы мне уже сделал егор что это такое то с пяткой ну такое на самом деле видя при счете точнее видя всего лишь один мяч я бы за эти пятки отругал будучи тренером пяточки я понимаю там 50 ведете можно и пяточками попасовать нет я скажешь пяточка грамотная но ты же не знаешь будет она грамотная или нет чаще всего пятка это наобум и не видя куда ты пихаешь ты какой удар вальдес спасибо что живой спасибо что тащишь брателос виктор брателос ой-ой-ой крауч выбить выбить чуть себе не закатил крауч по моему пробивал по моим воротам ой-ой-ой но это это продолжает что за трэш егор что ты делаешь о ютач мэта лава мне кажется это может быть красное это чуваку часто удаляются егора что за его и что у него с эмоциями это желтая но там было очень грубо на самом деле бруно мартин с инди получает желтую карточку у это там джон сина сейчас был возле него посмотрите на этот кстати до мяча то практически достал хорошо что не красная для егора хорошо для меня ну не без разницы я обычно в меньшинстве играю часто это замечал но сейчас не хочется хорошие стеночки обратно дарун награда награда туда на ох ты как интересно хотел убежать от меня от моих защитников нападающий сток сити открывается пространство для меня можно что-то придумать даунинг там у них дальше по флангу может быть навесик какой ну навесик какой но замкнуть не получилось ведь у меня нету питера крауча впереди диуф врывается на мою половину поля догоняет его гипсом ну как догоняет еле 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 катит катит вы нести вынести катит катит гипотенуза но все 1-0 первый тайм заканчивается с таким счетом 53 процента владения мячом у меня 47 у сток сити но знаете его уже два раза был близок скажем так к черточки к линии моих ворот первый раз я чуть сам себе не забил второй раз тут вот сейчас какой-то кипиш происходил ох ты как сразу по флангу если бы он не сейчас забил с этой подачи это было обескураживающее начало но хорошо для меня что по-прежнему счет остается 1-0 награда рамирес кистеда вот там вижу подключение адама 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 простите я уж съешь всегда его сам адамом называл а тут что-то неправильно сказано точнее ну вы поняли короче на даму опять заброс прерывает этот заброс защитник сток сити догонять его береган домой арнаутович по левому флангу бежит и там никого вынести фабио просто выносит мяч за пределы за боковой да за предел штрафной принципе тоже шакери не даем ему подать хотя даем лучше не давать крауч травмировался поломался немножко питер ой ой где мяч как было опасно поломался то поломался но несмотря на то что у него на локте была какая-то какашка он все равно смог ударить головой было опасно и поэтому я и говорю что нужно забить второй у еще и опять же вспоминаю что меня догоняет саут гемптон у которого одинаково было количество забитых пропущенных практически гол гестеды оформляет дубль у ребят можно не в 69 отлично ну смотрим повтор тут был обыгран на этот раз батленд не то что в прошлый раз когда он затащил грубо говоря ухты это я чего крауча так нагнул что ли прости питер он и так словом бедный я его еще и добил добить решил туда вперед штрафную на крауча у меня же защитник слег от такого от происходящего на этом поле ну ладно ничего страшного ноль уже более-менее для меня уверенно но если я забью еще опять же помни о саут гемптоне будет вообще просто волшебно ставь всегда кричу так когда во дворе игра чужим соперником ну свои соперники не бывают чужим в общем вы поняли ей шоу кросс гестеды гестеды туда на рамирес а рамирес цепляется все-таки протаскивает этот мяч вот сюда отдать да почему назад ухты ой какой какой удар получился но батленд тащит я вообще не на него хотел давать не на того кто ударил но к сожалению повышала как вышло красивый сейф увидели мы по штрафную награда удар батленд что творит этот типец но конечно не спасает от его команду что они проигрывают 2-0 тащит то тащит но не сто процента статистика скажем так подпорчено это нужно винить защитников ой-ой-ой питер крауч решил посоревноваться со мной в скорости но я думаю что не лучше что мог он мне предложить не проходит передача фабио просто красавчик сегодня туда на награду ах перекра перекрывает шоу кросс эту передачу шакири уже врывается здесь питер крауч долго мешкается чемберс хорош рамирес отлично отлично получается мяч еще по-прежнему у меня правда я этого не думал точнее не ожидал как-то я по-татарски начал говорить просто слишком много событий происходит я не знаю какое лучше подходит для того чтобы его озвучивать блин снова не получилось прострелить штрафной хотя прям виднелся игрок на которого прям ну над напрашивался пас но к сожалению немножко не вышло ой адама а почему не на адаму то сразу блин я прям его увидел как он побежал но блин фифа на самом деле очень часто сама за себя решает куда давать пас и так далее ой питер крауч дюф опасно и какой же сегодня молодец фабио действительно прям хочется хвалить его очень много перехватов совершил очень много чему не дал случиться это чё это не нарушение правил про продолжается игра дюф дюфа надо прессануть удар как в перекладину просто в песочился мяч мне кажется вальдеса херел от происходящего но это не гол перекладина это опасно не более того на игре до убегает от защитника сам себя я что-то запутал и не будет опять пенальти видимо сначала ударил а потом уже был фол ну хотя для фифы это обычно не помеха вот так вот вот так вот вот так вот награду защитники очень сильно меня упускают на кидаются на мячи и я спокойно могу оторваться от них зачастую сегодняшнем матче не знаю заметили вы или нет тут был вроде да нарушение правил все таки на свист на урэф ну что ж гол престижа от игора либо же я еще увеличу свое преимущество пока все спокойно виктор вальдес бум вперед в период побороться здесь зацепиться за мячик бы а и не получилось но перехват хорош сегодня защитники в принципе все у меня неплохо играют ой тут был нарушение правил а это опять мартинс инди у него уже есть желтая карточка напомню вам и это вторая желтая карточка и этот молодой человек уходит домой где-то я это уже видел в предыдущей встречи по моему с кем там играл стоксити с уотфордом по моему был удален также инди но уже на 90 минуте здесь же 73 минута ну тянет ли это на желтую ну да уау нифига его перевернула это вторая желтая красная как я уже и сказал попробуем за дыру на сейчас что-нибудь поп-оп вот так вот и туда на фланг бараган бараган ах не добежит в подкаты уже стелится егор мне кажется уже не верит что может что-то забить что еще что-то может перевернуть напомню еще раз кто прослушал может быть в первом круге мы сыграли с и гором также счетом 20 в мою пользу вот это было давно и неправда удар крауча но не опасно можно сказать прямо не опасно ну что-то мне подсказывает что два мяча это мне очень будет мало ой и чирик я нашел и опять наверное будет какая-нибудь желтая карточка саут гемптон в четвертом туре играет с тоттенхэмом вот и посмотрим насколько он там сможет на забивать мечей но надеюсь что как минимум меньше чем у меня на грэдо удар со штрафного но я их не умею бить по-прежнему сыграв кучу кучу матчей в эту замечательную игру как куча матчей не очень-то и куча но достаточно для того чтобы уже можно было научиться бить штрафные так адама я даже замены что-то не делаю ой-ой-ой какие свободные зоны ведь защитника одного нету гестеда 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 и самому ударить ухты как красиво получилось красавчик оформляет хэд-трик на гестеда счет становится 3-0 но думаю тут можно и не смотреть повтор хотя завершающий удар мне понравился опа так в сторону ушел и сразу же ударил можно сказать хэд-трик гестеда даже мне не понадобился сегодня совсем никак на грэдо фабио добежит ли до меча но я думаю да он сегодня просто молодчинка что даже такие задачи выполнить на изи а еще и в атаку умеет ходить давайте посмотрим только меня преследует какой-то мужик мне это не очень нравится ой куда побежал батленд а мы сейчас проверим далеко ли он убежал ну конечно не таким ударом нужно проверять но я пытался можно сказать так ну что ж по ходу не остается никаких шансов сток сити но разве что забить какой-нибудь лихой мяч опасные моменты были в первом тайме во втором их было поменьше и даже не в удалении дела рамирес снова тут уже бежит пытается что-то замутить гестеда неужели это будет четверипал четверипал нет что за удар на грэдо что это было удар в перекладину конечно не такой как это сделал кто там был то тогда блин а кто там нападение то я забыл уже ну ладно рамирес рамирес куда куда но мяч все равно остается у меня каким-то чудом и сегодня это происходит очень много в матче что мяч постоянно остается у меня но нет не сейчас диуф диуф да тогда пробил очень сильно в перекладину было очень жестко да это жестко чемберс чемберс на адаму тут я прям вижу в борьбу на гестеды убежать ой сломался но наверное это будет желтая карточка пас удар ну блин такое себе на самом деле на первая карточка глену джонсону желтая да в принципе даже была бы вторая думаю ничего страшного бы не случилось ой ошибка какая на нагрэду отдал пас батленд но думаю тут можно забивать и не особо париться забивает вновь гестеды уже четвери полкил совершает он 4-0 ошибка батленда ну думаю можно не смотреть повтор сейчас уже будет видимо сам себе забивать все очень печально но не знаю стоит ли это делать это все-таки какая-то помощь мне в борьбе за строчку за третью строчку в чемпионате арсенал мне явно не догнать тоттенхэм так тем более удар головой было близко мог 5 5 забить уже мечей гестеды но нет 4 я думаю на сегодня хватит это что такая ошибка а может быть еще один а может все-таки 5 отсюда это красная наверное прямая я думаю питерсу будет давайте посмотрим прямая леток будет красная мотает он башкой идет злостный рефери седовласый мужчина тут идут разборки питерские вон джон синов с капитанской повязкой действительно сбоку чуть-чуть похож на красную кряточку это кто у нас бьет не гряду нет давайте будет у нас бить сегодня тоже торжествующие гестеды я сказал гестеды алло желтая карточка за то что стенка двигается вперед будет обидно получить вот так вторую желтую карточку так но все-таки ударит у меня дес чё почему гестеды нет подождите я же правильно все ай гестеды да но я не бей бить штрафные я попробую что где мяч попытка не пытка как говорится все завершается встреча разгромной победой со счетом 4 0 скриншот к сожалению я не увижу соединение типа разорванный его сразу покидает матч 4 0 и ну думаю что надеюсь суд гэмптон не порвет тоттенхэм со счетом 4 0 или больше и я буду по-прежнему на третьей строчке в чемпионате о не дали кубок ну что ж видите вы сейчас наверняка турнирную таблицу по окончанию этой встречи я опережаю соуд гэмптон но надолго ли мы вы увидите в быстром обзоре четвертого тура вот всем спасибо за просмотр с вами был макс он услышимся в этом самом быстром обзоре всем пока